Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите продолжение моего прохождения челленджа Апокалипсис. У нас, ой, у нас с вами вторник, по первого дня. И, собственно, всё как обычно. Девчонки поднимают себе нужды, после чего я сразу же, беспрекословно, отправляю их в Анис. Для того, чтобы они у нас тренировались, конечно же. Да, что ещё сказать. Я тут, в общем-то говоря, потихонечку пытаюсь нагнать то, что я пропустила за эти недели. Смотрю аппики у Гули, у Светланки. И я читала в комментариях, ну, в общем-то говоря, у Гули такая проблема, которая рано или поздно настигнет и меня. А именно то, что ей необходимо выбрать суженого для её девушки, для её наследницы династии апокалиптической. Кстати, надо рыбу в холодильник-то убрать. Девочки. Девочки. Вы что? Рыбу-то надо в холодильник убрать. Давай потом поставить на место. То я забываю постоянно про это. Знаете, стоит холодильник, а у меня до сих пор привычка, когда кажется, что он не работает. В общем-то, Гули идёт то же, как и я, по одному из необязательных ограничений, а именно Красавица и Чудовище, согласно которому наш основатель должен взять себе в жёны или в мужья абсолютно рандомного и сгенерированного игрой Сима. Абсолютно чистого, только-только созданного, только с пылу с жару, как говорится. Да. И есть такая проблема, как то, как его распознать, собственно, новый он или нет. Здравствуйте. Вот, например, Сая Батанабе. Мне что-то подсказывает, что она у нас вот свеженькая, знаете, только-только, реально только испекли. Но точно я утверждать не могу. И, в общем-то говоря, Гули посоветовали такой очень хороший действенный вариант, а именно не использовать мод на замену имён и фамилий, потому что, я думаю, практически у всех, кто играет в 74, стоит такой мод для нашего же удобства. Джулия, ты в порядке? Да, у Джулии, у Джулии всё прекрасно. Джулия единственный персонаж, у которой, пожалуй, всё прекрасно, которая счастливая. Это замечательно. В общем-то, да. И я подумала, действительно, так будет намного понятнее, когда у нас, ну, в общем-то говоря, среди всяких там, не знаю, Джеймсов Ватанабе, что случилось? Не знаю. Среди всяких там, Джеймсов Ватанабе, Гензи Танака и так далее, когда у нас будут всякие Ивановы и Комаровы, Василий Попкины и так далее. Вот. Мне кажется, что это действительно очень действенно. И я думаю, что в своём сохранении апокалипсиса я действительно попробую такую систему, вот, чтобы доставать этот мод во время игры, да, чтобы сгенерированных игрой симов свежих было сразу заметно. Вот. Так. Генераторы у нас, я так полагаю, работают. Ой! Ой, сломался! Чинить. Слушайте, страшно. Страшно этот генератор чинить. У меня ещё симы в дискомфорте. Даже не знаю. Может, пускай пока поломанный постоит. Вот, остальные работают, слава богу, как-то мне страшновато, если честно. Вот. Поэтому, поэтому я думаю, что в принципе эта идея очень хорошая. И, возможно, мы с вами так поступать и будем. Вот. Это что я хотела с вами обсудить. Так, у нас нашим жукам ничего не надо, я так полагаю. Да. Жуки себя чувствуют прекрасно, поэтому замечательно. Так, а куда ты пошла? Смотреть? Что? Смотреть смешные видеоролики? Не, не надо. Давай ты тоже, кстати, спускайся сюда. Сейчас вы, девочки, будете у меня заниматься. Да, и совсем скоро к вам и Беатрис присоединится. Ничего не знаю. Так, ну что? Вот. Сразу стало лучше, конечно. Ну, давай, вперёд. Бокс. Давай, сразу я тебе сразу несколько действий дам. Вот так вот. А то я знаю я вас с этими призраками. Вот. Давай, Алиса, переодевайся и покажи нам мастер-класс. Вот. Думаю, что совсем скоро Алиса у нас вообще станет супермоделью с такими темпами, как она у нас худеет. Вот. Так что, да, будем этого момента ждать. Ребята, у нас проблема. У нас проблема, потому что у нас пожар, у нас сгорит генератор. Всем спасибо. Всем спасибо, все свободны. К огню не подобраться на пути препятствия. Ой, что? Серьёзно? Только не говорите, что у нас сейчас все генераторы сгорят. О, боже. Нет. Нет. Можно как-то это потушить. Девочки, я вас прошу, пожалуйста. Я так и знала, я так и знала, что надо эти генераторы чинить, что ничего хорошего из этого не получится. О, боже. И сразу же сгорел соседний. Правильно Оленька Лисёнок говорила, что нельзя оставить их рядом. Женщина. Здравствуйте. Вы, пожалуйста, тут только не погибнете. Я вас умоляю. Пожалуйста. Пожалуйста. Тушите. Тушите все. В четвером. Из четверых огнетушителей. Наши генераторы. Блин. Как обидно. Как обидно. Слушайте. Столько денег. Ну что ж. Ладно. Слава богу, никто не помер, знаете. Да, давайте я их от греха подальше уберу отсюда. Блин. Скей. Ой, как обидно. Ой, как обидно. У нас, получается, остается только... Так. У нас остается только пять штук. Да. А было семь. Между прочим. Кстати, надо, наверное, поставить их подальше. Да. Потому что, если сгорит один, то, по крайней мере, не сгорит второй. Вот. Давайте я как-то вот так. Пускай они стоят. Я не знаю. Соседи. Добрые люди. Спасибо. Спасибо большое за то, что вы нам помогаете. Просто нет слов. Просто. Всем спасибо. Всем спасибо. Так, дети. Все нормально. Опасность миновала. Поэтому не переживайте. Можете спокойно идти спать. Я не знаю, правда, где вы. Наверное, убежали уже куда-то. Все. Все. Спокойно. Все нормально. Девочки. Девочки. Алиса, ты просто супер. Я тебя. Я тебя очень сильно люблю. Давай, пожалуйста, продолжим нашу тренировочку активную. Ничего не знаю. Потому что, как бы, пожар пожаром. А фитнес-фитнесом, как говорится. Вот. И Беатрис, пожалуйста, сюда пожалуйте. Вот. Кстати, ты там Джулия. Джулия все хорошо. Она не в курсе. Думает. А? Что переживать? Мои девчонки справятся. Я уверена. Она здесь. Внезапно вы чувствуете присутствие мощного злого духа. Здесь живет много духов. Но этот отличается от других. Сейчас самое время предаваться панике. Хорошо? Совсем нехорошо. Слушайте, ребят. Помните, я вам говорила, что я жду тут одну даму? Мне очень интересно, как она выглядит. Потому что у Гулии, к сожалению, не было видно. Но вот я ее и дождалась, собственно говоря. Ох, ё-моё. Ох, ё-моё. Ну, хорошо. Да? Хорошо. Так. Осторожно. Она здесь. Даже Гидри. Даже Гидри ее боится. Так. И соседи у нас тоже поперли из дома. Думаю, да ну его нафиг. Просто до свидания. Просто вот забудьте, пожалуйста, что мы здесь были. Гидри, ты же нам поможешь. Кстати, мне интересно, почему мы постоянно кокетты. Вы слушаете, мне нравится этот мужчина. Я не знаю. Я теперь хочу его воскресить. Когда это будет возможно. Я не знаю, правда, когда. Ну, там определенно надо, наверное, очень много карьер снять. Но мне вот что-то так интересно стало. Слушайте. Мне кажется, было бы классно, если бы у нас кто-нибудь с Гидри задружился потом. Ну, и не только задружился. Может быть, что-нибудь получилось бы по итогу. Мне кажется, это было бы интересно. Так. А, Рэндалл, что случилось? Что случилось? Не переживай. Она здесь, но Симовод тоже здесь. Мне, кстати, вот интересно, где она появится. Где она появится? Гидри, ты не подскажешь случайно? Все, все, я вижу. Я вижу. Господи, дети мои, успокойтесь. Все в порядке. Все в порядке. Все хорошо. Симовод с вами. Симоводу тоже страшно. Поверьте мне на слово. Так. И что? И что? И где? Где она? Мне сказали, что она здесь. Но где здесь, я точно не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну-ка, давайте почитаем мудлет. Мне так интересно. Призрачное вторжение. Поблизости от темперанции. Темперанция вторглась во владение. Может, Гидри знает, что делать? Мы не имеем права с ним общаться. Что это было? Погасший свет. Ракель знала, что здесь водятся призраки, но побороть страх не всегда удается. Ларусь по коже. Отлично. Так, темперанция. А почему я ее не вижу? Алло, ку-ку. Темперанция. А! А! О! Здравствуйте! Ой-ой-ой-ой! Прикольная! Слушайте, ну-ка, покажись, пожалуйста. Слушайте, какая она красивая! О-о-о-о! Вау! Вау! Мне нравится! Мне определенно это нравится. Слушайте, вот если кому было интересно, как она выглядит, да? Вот, Гуля, если ты хотела знать, как выглядит темперанция, то смотри. Смотри! Вообще! Слушайте! такая красивая симка хочу и воскресить я не знаю меня пошел какой-то сбой наверное но мне так интересно вообще капец но гидры мне очень прям нравится и темперанция но она просто злая наверное потому что знаете я думаю вот почему люди злые потому что у них что-то случилось в жизни вот я что-то думаю что темперанция она сама по себе не очень плохой персонаж может быть просто она как-то там не знаю не хорошо умерла может быть ее убили знаете и она сейчас ходит и пугает тут всех подряд вот ну ничего страшного все нормально полечим ой короче да понесло меня не в те одебре немного кстати джули у нас до сих пор черная прошу обратить внимание на уровень гигиены то есть я ее и в раковине отмывала и душ под водопадом она принимала ничего не помогает абсолютно она все равно черная слушайте ребята я не знаю может быть у вас тоже такое но я просто видел такой впервые видите видите только что вот в общем то у нас вот это вот как тебя темперанция господи все время забываю темперанция составляет порождает в общем-то методом почкования из-за нее размножаются вот эти очень страшные куклы и знаете вот вы видите девчонки у нас между собой разговаривают кстати я не знаю почему но алиса у нас очень сильно чё-то сейчас поссорилась с биатрис я прям вообще не знаю почему но какое бы действие я им не давала у них по отношению друг другу все шло в минуса то есть абсолютно все и выродить восхищение и там узнать как прошел день но просто вообще любое действие до самые безобидные дружелюбные и причем по отношению вот именно друг другу то есть неважно это биатрис к алисе делает или алиса к биатрис у них все шло в минуса я не знаю почему мне очень интересно что они тут не поделили в общем эту куклу разрушил знаете кто гидри гидри обалдеть слушайте это так прикольно суши беатрис не бойся все нормально она просто смеется оставляет эти куклы плодит ничего страшного все хорошо все хорошо она как бы нормально нормально о здравствуйте здравствуйте у нас сегодня прям целая туса вечеринка ну-ка маршал смотри вот там есть женщина она пугает их дочерей так что я считаю что ты как хорошая папка должен с этим что-то сделать поговори с ней там не знаю спроси чё с ней не так почему она такая противная получается слушайте мне очень нравится как этот кадр выглядит вообще класс такие все разноцветные привидения такие красивые так и это у нас там а это джулия боже боже это джулия у нас джулия что делает пытается положить в багаж давай пожалуйста положи в багаж слушайте над гидри я не ожидала какой все-таки классный персонаж просто обалдеть так алиса у вас ага я кажется поняла в чем она дело алиса у нас значит хвастается своей фигурой да а перед кем ты это хвастаешься не интересно конечно же перед беатрис а беатрис на все это смотрит такая типа ну да конечно хорошо тебе вижу я что ты такая все стройная себя красотка там все понятно понятно беатрис ты что завидуешь собственной сестре ну так а чего ты хотела у нее седьмой уровень навыка фитнеса так будьте так любезны пожалуйста давайте отменим вот эти вот беседы вот эти вот задушевные беседы так что это такое слушать как маршал паникует слушай но если ты сам привидение боишься привидений то я не знаю что тебе сказать дорогой мой дружище так гидри слушай а можешь пожалуйста вот этих кукол тоже поразрушать слушайте мне еще больше стал нравиться этот персонаж вообще вообще класс вообще как мне нравится этот каталог слушайте интересный прям смотрю на этих привидений мне хочется прям исследовать что не так так детенок проснулся кушать хочет в общем то да вот такое вот у нас веселье вот видите видите я потом даже вам поближе сделаю вот алиса что сделала она хотела выразить восхищение беатрис что сделала сказала пошла ты нафиг алиса я не понимаю о боже мой призрачное вторжение страшный испуг алиса ужасно себя чувствует так могут повизжать чтобы немного расслабиться подойдите ближе к сакральной свече или ненадолго спрячетесь под одеялом ой так ладно алиса я очень сильно боюсь что ты у меня сейчас тут еще откинешься со страху поэтому давай-ка я отправлю тебя наверх и ты у меня это у меня вообще поспишь или попробуешь я не знаю подремать посмотрите какая красивая темперация я не знаю вот как вы думаете может быть между ними что-то было я понесла в какие-то степи далее но мне так понравились эти персонажи вообще посмотрите какие они классные какие они колоритные вот у разрабов редко получаются ну нет них конечно прикольные персонажи в принципе да но вот такие которые именно запали в душу вот у меня я могу сказать таких не очень много вот самый мой любимый персонаж пожалуй от разрабов это паула рока просто боже мой это любовная любовь и у нас тоже самое с гидри пожалуйста не разговаривай идите вместе с алисой господи мне страшно что они не поделили неужели биатрис действительно завидует нашей алисе что-то похудела а это еще нет напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу а я буду продолжать наслаждаться о гидри нас поклонился вежливый какой какой вежливый мужчина я в него сейчас влюблюсь окончательно и бесповоротное так чувствую я буду дальше наблюдать за этим безудержным весельем да вот о боже о боже кстати видели у нее какие-то были как минус минуса это куда пошла ты стойте мы куда пошли подождите они пошли за едой но это ребят если что это еще наш участок вот здесь наш участок где-то заканчивается если я не ошибаюсь давайте посмотрим да да вот ты наш участок просто чтобы вы не думали что правила нарушаются давайте я даже сделаю вот так вот да так что лучше вот идите сюда кушать все давайте давайте ребята все давайте идите разворачиваемся разворачиваемся и идем сюда все пожалуйста давайте в общем то да не очень много персонажей которые мне вот прям так сильно запали в душу но вот гидри и темперанция вы видите что а я что говорила и может быть вы об этом знали конечно я не в курсе я если честно не изучала историю этих персонажей но посмотрите она с ним влиртует а он ее отвергает о господи боже какие страсти это какая-то санта барбара ей богу ребята я думала что мне будет очень страшно играть с этим каталогом да что я буду прям тут мучиться но скажу вам честно так спокойно спокойно не переживай все хорошо все хорошо солнце мое давай ты наверное пока не будешь кушать сказать что у меня есть предложение получше давай сходи в панике в панике покакай и после иди вот сюда тоже подреми вот вы так вот я уверена что тебе станет легче так кстати а братец где твой братец твой посмотри все хорошо видишь не всем так страшно все хорошо в общем-то да я хотела сказать что я думала что я тут просто буду мучиться и вообще на самом деле я прям кайфую честно вот прям очень мне нравится и что-то вот вот и особенно эти двое ой как они не нравятся ой надо что ли почитать может быть у этих персонажей слор какой-то или что кстати вы наверное тоже заметили что у темперации были какие-то такие как знаете вот как есть показатели допустим а когда дети опаздывают в школу и у них есть такие показатели до минуса вот типа минус там это ответственность да и вот тут темперации были такие красные призрачки и минуса то есть я так я не знаю конечно просто предполагаю у них кстати шрам есть смотрите а ой или мне это 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 простите пожалуйста это наши стены через через тебя отражаются я думала что у нее шрам уже боже мой уже просто чуть не умерла от восторга в общем то я так полагаю что у призраков есть наверное тоже какие-то свою тати типа как где это вот хорошая репутация плохая репутация типа знаете хороший призрак парах плохой призрак вот гидри он у нас как хороший призрак это явно плохой конечно слушайте как интересно как же это все интересно так дети как вы себя чувствуете рэндал рэндал скажи что ты чувствуешь я чувствую легкое обморожение ой так давай ты сейчас покушаешь так не трогай пожалуйста ракель ракель ушла так ты там в панике как или замечательно давай пожалуйста ты покушал все тогда иди спать и не спать иди подреми потому что все равно ты сейчас ничего сделать не сможешь ты у меня весь такой в панике я хочу чтобы ты себя хорошо чувствовал поэтому давайте дети мои ложимся вот замечательно кстати прошу обратить внимание то что когда бы маршал не пришел он идет в комнату к джулии он садится за компьютер и сидит с ней рядом всю ночь без преувеличения он вообще от нее не отходит так солнце мое солнышки мои что случилось вы по вскакивали зайки мы что такое что случилось мои хорошие покажите мне что случилось что там новенького ага а вот она чё вон она чё но ничего страшного все будет хорошо давайте уберем очень страшную куклу наступим на кролика и все у нас будет прекрасно девочки девочки спокойно вдох выдох все нормально все хорошо не переживайте но тут появился красный привиденчик злой я так понимаю не знаю что он будет делать я видела что он вроде как огнем там плюется вот это конечно страшно да но я надеюсь что мы как-то сможем это все преодолеть так ты у меня ну конечно ребята не буду врать это действительно тяжеловато то есть ну как для симов то ночка была просто адовая я не побоюсь этого слова вот видите у них просто у всех им всем поголовно снятся кошмары они просто реально в ужасе что называется да это без всяких там преувеличений тише 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 ё-моё ты чё обалдел что ли вообще что это только что было так все-все я поняла я поняла так ты пропылесосила молодец все этаж у нас чистый днем будем заниматься спортом все будет хорошо а пока что делай ноги просто наша джулия выбила уже вторую прибавку к зарплате что конечно не может не радовать и такого не уже получается 12 уровень карьеры но у нас конечно просто молодец да девчонки у меня тут вот я говорю девчонки у меня тут тренируются между прочим а ну конечно конечно невыносимая грязь иди сюда беатрис не беси меня потом ты будешь на алису обижаться что она стройнее тебя ну перестань детский сад алиса у нас сейчас набирает восьмую колбочку уже получается беатрис у нас достигла 5 уровня в навыке фитнеса и у ракель тоже самое да и вот они с беатрис практически ровненько идут ой-ой-ой-ой тихо спокойно спокойно в этом плане мне кажется в принципе как все неплохо нам перевернули баг ну конечно же кстати мне оленька писала что нельзя перевернуть баг потому что я от имени додлера нажимала но нет видишь я любым симом каким не возьму вообще без разницы баг не прикабельны вот я не знаю почему так это странно и давайте посмотрим что у нас там со счетами вот у нас уже 135 электричество и 43 воды ой мне кажется это хорошо мне кажется это вполне неплохо да с учетом того как мы потом все будем выпылесошивать то это очень даже хорошо так и ты стала счастливая может быть ты тогда это джулия может от того этого починишь да вот эти вот всякие штуки приберешь вообще я алисой горжусь вот какая она была мне кажется она была вообще самая полная из всех детей из всех сестер и вот вот такая вот мосичка да лицо тоже поменялась вот эти щечки спали вылитый мистер макинтош что еще сказать ну в общем то что у нас происходит у нас тут в общем то все как обычно сегодня к сна к нам снова пришла наша любимая дама во-во-во видели вот видели вот такие были штучки вот эти красные призраки и минуса вот сто процентов там есть какая-то призрачная репутация мне так интересно это глянуть если честно так давай пожалуйста рэндал давай дремать вот в общем то все у меня спят ну как получаются как могут так и спят вот вот это вот дама темперации постоянно забываю как ее зовут это же с темпераментом то связано о смотрите видите опа опа а он такой не 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 он такая да ё-моё да я сожгу этот дом к чертям если гидри не будет принимать мои ухаживания я те сожгу я те сожгу слушайте я к слову так ничего про них и не прочитала да потому что я сразу скобом как обычно записываю еще рыбу забыла убрать молодец конечно ну ладно ну ладно уже как-нибудь разберемся так дитя дитя у меня тут спать не может потому что тут вот это вот чудовище а где ты можешь спать ты наверное может от вот здесь ты можешь спать интересно хотя я думаю что с этими с этими молодыми людьми это будет конечно проблематично еще тут кукла вот это давай сначала ты уберешь очень страшную куклу в общем то сегодня мне кажется как более-менее полегче стало по крайней мере вот симы у меня спят пока что да и как бы не подскакивают вот и это в принципе меня устраивает это хорошо мальчик наш спит о мамочки родные вот знаете вот не так страшно что происходит в принципе как это музыкальное сопровождение все таки это очень добавляет колорита и вот именно вот эти звуки именно от этой музыки у меня так знаете вот сейчас прям мурашки прибежали по всему телу потому что это всегда так неожиданно и вообще да вот эти красно-синие создания летают у нас это снаружи тут у нас темперанцы и гидры пытаются выяснить отношения вот видите я же говорила вот он стоит вот он может так целую ночь простоять и прорыдать вот серьезно без преувеличений вот он стоит и не может оторваться от могилы нашего маршала я не знаю как он там к нему привязался сильно но тем не менее вот а вот это вот у нас прожжет постоянно постоянно ржет и плодит вот этих вот кукол но в остальном в принципе все спокойно да я не знаю ребят я чё-то мне кажется очень там сильно много наснимала особенно когда первый раз у нас пришла темперанция я была в таком в таком вообще в таком этом аховом состоянии да смотрите она снова с ним флиртует он снова такое типа они чего мне тут видишь я оскорблю по мистер макинтошу так что давай тут имей пожалуйста уважение давай-ка без твоих вот этих штук вот вот про что я говорила вот про что я говорила ой как мне интересно глянуть слушать аж захотелось поиграть за них за привидение посмотреть что там к чему у нас уже три мадам зоу не тут сидят до дальние родственницы мадам зоу не ничего ничего страшного тем не менее как видите нашему мальчику никак не мешает вообще их присутствие не эти страшные куклы которых уже 4 к слову до ночь а еще у нас холодильник сломан потрясающе да кстати у нас тут сломался еще был генератор еще один генератор сломался джулия давай давай пожалуйста ты его починишь если сможешь потому что все атас если он загорится будет беда вот этот генератор на сломался джулия его успешно починила вот надо будет все два достать тоже починить к слову джулия это какой-то обгоревший я не знаю я пока в игру не перезаходила может быть может быть эту серию доиграю и перезайдут пока что пока что вот такая вот немножко страшненькая она у нас ходит вот давай пожалуйста почини я тебе прошу я тебя просто умоляю почини это это уже этан машину потому что без нее нам будет тяжко так ну и в принципе в принципе пока что нормально пока что справляемся это в принципе меня радует не успела джулия починить вот буквально я ее только сюда отправила вот у нее уже стартовало действие починить электрогенератор но тем не менее нифига мы не успели и он благополучно у нас сгорел просто вот сгорел да но спасибо по крайней мере на том что он не у нас не захватил другие генераторы слушайте но тоже не нормально но это же не нормально у нас осталось всего лишь четыре генератора ребята но это так обидно у нас было их 7 то есть у нас уже три генератора все тетю а его моим это конечно жесть это конечно просто жесть какая-то да кстати вот 5 рис у нас все таки все таки схуднула вот сейчас вы это можете заметить а у алиса уже рельеф я смотрю нормальный такой проступил это у нее уже как у мамы знаете ли вот смотрите у нее тут уже и квадрицепса доли очень сильно проглядываются и вообще будет накачанная ходить такая как джулия наша когда-то ходила но ребята все все нормально опасность миновала только мы лишились одного генератора ну как бы ладно да кстати темперация у нас ушла оставила нам подарочек в виде пяти кукол а в виде шести получается потому что одну мы уже убрали нет да виде шести одно мы убрали осталось пять вот в общем то будем продолжать убирать все это безобразие скоро уже дети в школу пойдут у нас четверг утро и я думаю что в принципе на этом я закончу эту серию потому что вот прям чувствую одним местом что она вышла очень длинная вот это конечно же не есть хорошо я это прекрасно понимаю смотрите какая красота смотрите просто просто вот как вот как это невозможно это же просто невозможно не заводить потому что ну это просто потрясающе да вот так вот вот так вот прям сидят тут такие барышни да такие в джигерку как говорится в общем-то да более на этом моменте с вами прощаться всем огромное спасибо за внимание за то время которое вы мне уделили увидимся с вами совсем скоро даже не сомневайтесь а пока что всем до новых встреч уберу я от этой жути камеру наберу лучше на виду на красивого рэндала всем до новых встреч и всем пока